ребята всем привет это собственно уже первая часть новой такой подрубрики на моем канале о ремонте в моем доме и в этой части я покажу как делал самый простой стеллаж для хранения коробок разного хлама который сейчас разбросан по всем помещениям второго этажа а у меня стоит задача освободить два помещения для того чтобы спокойно там заняться ремонтом уже заодно вы можете посмотреть как я теперь пилю доски и фанеру на своем новом большом распиловочном столе ну собственно как я уже говорил в давнем видео появилась возможность распускать доски длиной аж 2 и 7 метра соответственно с фанерой вообще нет никаких проблем но с доской меня конечно порадовало потому что до этого было очень серьезное ограничение в полтора метра когда пила стояла поперек стеллаж будет максимально простой и я использовал самые закрученные винтом доски еле-еле их прогнал через циркулярку потому что их конечно всегда клинит и ну тем не менее не выбрасывать же их к сожалению конечно тот лес который сушил полгода сейчас от него наверно ничего не останется после ремонта потому что еще нужно будет делать перегородку там между туалетом и одним помещением но тут уже скоро вам покажу то уже сейчас вот и прям на днях начинаю ведь какая история мне пришлось вот эти стойки прихватывать к столу чтобы до их выровнять вот эту всю систему то есть а когда я ее отжимал струбцинами она естественно вся в косичку уходила но дальше я покажу как я этого дела избежал уже при сборке стеллажа тут вход шли совершенно различные струбцины но тем не менее материал ушел на пользу скручивал я все это дело желтыми саморезами а вот здесь вот где двойная стойка как бы с двух сторон да у нас тут опорные планки здесь еще все это дело простучал гвоздями шестидесятами то есть в принципе все довольно прочно проклеивать ничего не стал и вообще не стал заморачиваться то есть ничего не строгал через мресмус не гонял такой чисто черновой стеллаж временный ну и вот кстати с фанерой тоже довольно все очень удобно стало опять же что хочу сказать высота вот этого распиловочного стола очень удобно оказалось то есть при всей моей высоте всей столешницы в 92 сантиметра работать реально стало классно я думал что надо будет привыкать но на самом деле все хорошо вот собственно это холл второго этажа видите тут что только не лежит раньше когда-то все лежало более-менее неплохо но поскольку ничего нету то женщины периодически и в поисках каких-то шмоточек все это дело так вот перелопачивали хаотично ну и вот заношу я сюда значит стойки фанеру и довольно быстро все это собираю то есть на один стеллаж вот сборку уходила ну наверное минут двадцать сразу хочу сказать кто подумает что это все хлипко довольно на самом деле я тут решил по черному сэкономить и у меня очень много книг и вот эти коробки с книгами они будут по центру вот этих вот длинных полок находиться то есть как бы в распорку да и вот вы уже можете заметить что я притащил длинную гроссовскую струбцину на т-образном профиле и собственно и стягиваю вот эти стойки которые абсолютно косичка идут выручила мне дико лежит у меня наверно порядка двух месяцев она и я и совершенно не пользовался потому что ну вы знаете мой план в него многое просто не входит сейчас но вот она позволила у нее раствор 1800 миллиметров и отлично даже одной было достаточно ну и вот как бы никаких вырезания тут не сделал примерно это так в переводе на реальное время где-то минут 20-25 то есть сверху еще этот стеллаж дополнительно пары уголков прихватил чтобы он ну мало ли не завалился это уже такая чистая перестраховка и все вот собираю же 2 потом вам покажу как это все выглядит , коробками на самом деле два таких стеллажа это как одна огромная стенка такая далее совковая то есть в принципе туда влезло практически все что нужно было это еще можно было бы все соптимизировать вообще туда весь дом бы влез ну сами понимаете здесь по три метра в длину два стеллажа и по 270 в высоту ну естественно все это идет от пола на пол я конечно клал все самое тяжелое а дальше уже полегче то есть вот одной струбцинкой конечно вопрос это решил уж стянуть невозможно я бы наверно по старому начал делать как раньше да когда я собирал из нескольких струбцин своих триггерных такую одну длинную но это конечно неудобно слава богу есть такая ну и в итоге на весь этот стеллаж ушло 6 досок трехметровых 150 на 50 и ровно 5 листов фанеры ну 5 и 1 вот такая вот полосочка 50 на 150 при всей простоте этой конструкции она конечно супер выручила потому что в нее ушли практически все вещи и теперь и жить легче стало и работать в общем ребят спасибо за внимание сейчас небольшим бонусом расскажу про струбцину эту подробнее всем пока да ребят предвкушая вопросы про струбцину расскажу немножко ее характеристиках вообще как вы заметили струбцина это может устанавливаться на верстак стационарно то есть помощью вот этих отверстий за такое довольно массивное основание можно прицепиться к нужной нам рабочей поверхности т-образная балка сделаны специальные холодно протянутой стали течением 25 на 40 миллиметров имеет естественно повышенную прочность на изгиб реально для такой длины в 1800 миллиметров я обратил внимание что она вообще не изгибается когда я сводил вот эти вертолетные стойки которые пошли винтом но это было совершенно без проблем вот эти головки и направляющие изготовлены из ковкового чугуна ну как утверждают производитель так диаметр винта с резьбой составляет 15 с половиной миллиметров как видно резьба на винте форме трапеции то обычно также на производительность и долговечность положительно сказывается подвижная головка закреплена к штанге стальными штифтами здесь ничего не регулируется это все намертво значит вся эта история покрыта порошковой краской винт и сама рукоятка имеет воронение задняя подвижная головка у нас крепится вот такой вот шпилькой пик ограничителем до которая на цепочке расположен штанге есть ограничитель чтобы она у нас не свалилась никуда и максимальный раствор соответственно 1800 миллиметров мне таких пару струбцин есть вот первый раз только им воспользовался пока что все руки не доходили не знаю я трубным пока еще никакого отношения не имел но вероятнее всего если буду клеить щиты буду использовать эти это значит формат 1800 ориентировочная цена по рынку сейчас 2,5-3 тысячи за штуку есть еще такие же струбцины максимальной длиной 2100 миллиметров ну вот такая вот информация кому-то будет интересно оставлю ссылку на и производителя в описании и вот вот и и и Редактор субтитров А.Семкин